Дима Меня зовут Данкан и я здесь в Вильнюсе, в Литве. Я приехал сюда, чтобы покрестить от Димитрия здесь. Мы будем проводить крещение в ванне, здесь в квартире. И я просто хотел приглашать Дима объяснить немножко о себе. Добрый день, меня зовут Дима, я зависимый, наркоман. Сейчас кое-какое время не употребляю, полгода где-то. Нет, точнее больше, уже 9 месяцев. Были и до этого у меня перерывы небольшие, но, тем не менее, это меня привело к срыву. И в один прекрасный момент, последний раз, находясь в реабилитации, я понял, что без Бога жизнь не имеет, в принципе, можно даже сказать своей всей полноты. Хотя это еще так слабо сказано. Потому что я реально, хотя вроде вот до последнего своего срыва жизнь у меня была, можно сказать, очень хорошо налажено. Но, тем не менее, я всегда раньше думал, и многие люди думают, что сорваться можно так далее, только когда все плохо и так далее. У меня было все очень отлично, я там завел семью, хорошая работа, квартира, машина и так далее, денег было. И пришел момент, когда я ощутил эту пустоту, которую ощущает, я уверен, каждый человек. Но вначале многие люди пытаются, не многие, а все, ищут взамен всю дорогу, всю свою жизнь. И потом я понял, чем моя пустота должна быть заполнена. Я начал к этому идти, когда я начал осознавать, что Бог создал меня по своему образу и подобию, и что грех когда-то, можно сказать, благодаря Адаму и Еве, вытеснил из нас этот образ. Начал выяснять, как бы, через грех пришел, в мир пришла смерть, через искушение. Поэтому я начал искать, так как, в принципе, я уже, на тот момент я уже понял, что в жизни все вот это мирское, мирское, и все эти какие-то вот желания, там, не знаю, стремление к достижению каких-то материальных благ, они не приведут человека к осознанию, вообще к познанию того, для чего он создан, так можно сказать. Потому что я, ну, конечно, это может не всем сразу, это с каким-то, я не знаю, с какими-то жизненными ситуациями это все происходит. Но я реально осознал эту пустоту, настолько пустота, что я, а выход я нашел там, ну, такое, что я начал понимать, чем она именно должна быть заполнена. Это то же самое, что когда раньше я всю дорогу искал заменители, там, наркотики, алкоголь, еще какие-то увлечения постоянные, то там, ну, полно. Но они приносят на мгновение, как заменители, ну, такое мгновенное, но это, как бы, ощущение такой заполненности получается на очень-очень маленький срок. И ошибка еще в том, что это не тем должно быть заполнено. Вот эта пустота в человеке, она должна быть заполнена именно Богом. И ничто другое туда не подойдет. Сколько бы мы ни пихали, мы можем оттягивать время и пихать вот это разные заменители. Потому что, в принципе, в мире вот есть много всего влечения, там, можешь, да, тоже можешь сексом заменять, там, наркотиками, алкоголем, там, ну, влечением машинами, там, покупками, чем хочешь, там, ублажать себя, какими хочешь вариантами. Есть много всего. Но это не то, что должно быть в человеке заполнено, чем эта пустота. И когда приходит это осознание, то отпадают все ненужные вот эти действия, которые, в принципе, приводят все равно, как сказать, к плачевным вариантам, к плачевным ситуациям. И приносят только, ну, как сказать даже, приносят только вред человеку. И еще не только одному человеку, а тем, кто его окружает. Вот что еще надо знать. Потому, мы здесь сидим в квартире. Мы не сидим, как сказать, в православную церковь, в Касчёлье. Мы здесь в квартире. И для многих людей это, наверное, чуть странно, да, что будем проводить крещение в разовой ванне, в разовой, вот, обыкновенном квартире. Что вот тебе сказать об этом? На счет этого, ну, я, когда начал уверовать, у меня начали возникать вопросы. Я тоже, ну, вот насчет крещения, я думал, что как, ну, я начал понемногу в этом копался. Не спешил, конечно, не спешил делать действия, я не бежал там в церковь или, допустим, в протестантскую, не бежал там в католическую, не бежал в православную, креститься там и так далее. Я старался, во-первых, все, как сказать, найти ответ свой в Библии, потому что единственное, где есть ответы на все случаи жизни, так и могу точно сказать, что это в Библии можно найти. Да, сделать это, конечно, если реально посмотреть, ну, не так, что просто, там нету такого, что вот по пунктам все расписано. Вот, у меня такой вопрос, или там, как в компьютере ввел этот свой вопрос и получил ответ. Ну, это все не так, это все с познанием, но, тем не менее, реальность такая. Так вот, ну, насчет крещения я всегда, у меня, потому что сам по себе я такой, всегда имею свое мнение. И оно довольно-таки, в принципе, когда, ну, оно и подставляло мне, с одной стороны, много, как сказать, моя такая вот упертость, какая-то своя, такая, свойственность. И подножек много в жизни подставлял, но, когда я начал выздоравливать, мне это, ну, наоборот, как сказать, мне это постегивает то, что я не ищу, чтобы накинуть именно чье-то мнение себе, во что мне взяли, как многим людям. Я не хочу быть, как стадо. Не хочу, чтобы мне кто-то залечивал, чтобы зачесали мне, и я жил в слепости постоянно. Я ищу ответы сам. Но единственное, что могу точно сказать, что, и убедился уже, что реально истинные ответы можно найти только в Библии. Уж что истина только в ней. Все другое можно, все, что как бы не подтверждается тем, что написано в Библии, это может человека перевести в заблуждение. И знаете, как я первый раз звучал в ВКонтакте с Димой, ставил рекламу в газете, очень простой рекламу, где написано, хотите ли вы бесплатные Библии. И через это Дима отвечал, и вот я отправил его. И у нас не только вот бесплатные Библии, есть и тоже основы Библии. На русском языке, на английском, вот. Если вы тоже хотите просто так читать Библию для себе, то пишите нам, будь на связи. И мы будем отправить вам абсолютно вполне бесплатно Библии и тоже учебные пособия, чтобы вы сможете сам для себя познать Библию, познать Бога и прийти к этому же выводу, так как у Дима, и принимать и то же, крещение во Христе. Почему это как-то очень актуально и связано в его случае? Какая из Илаилов были в Египте, они были в рабстве, правильно? Столи пирамидов, жили вообще в такой ужасной жизни, которой не было жизни, это просто существование. И Бог увидел своих бедах и придумал такой чудесный путь выхода. В том, что Он взял Свою народ из Египта, они шли сквозь море, помните, море открылись, на оба сторонах им была стена воды и вверх облако, которое тоже в воде. В том плане Павел писал Коринфянам, что Израил приняли крещение, когда крестились в Моисея, в облаке и в море. Это было прообразом, правда, крещения. И значит, что мы тоже были в рабстве, были в Египте. Приняли Иисуса, шли сквозь море, в смысле, мы приняли крещение. А после этого мы не находимся сразу в землеобетовании, не сразу в Ханане, а в пустыне. И Бог дает нам каждый день маму, Хреб небесный, Библию, Слово Его. И если мы будем держать на этом путь, мы будем обязательно жить вечно. Но самое главное, что Дима и столько других людей, на самом деле вишни из рабствия в Египте. И вы сможете и тоже. Будь с нами на связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok